Вот дорогие земляки, я стою на улице, бывшая коммунистическая, сейчас Толиби Вот, посмотрите Да, здесь вот у меня тут комментатор появился С Балхаша Вот это вот, новый вот этот вот Построили, ну и уже съемки у меня есть там на канале Вот там он, с часами башня, это бывшая вот Вот с Балхаша тут встретил, товарища Уже 15 лет живет тут, привет передавай всем по всему миру Всем Балхашским Ага, вот видите, мы живем в Таразе, а Балхашшим привет Ну все, вот так вот, как тебя звать? Анатолий Анатолий, вот Вот тут со своими животными тут Вот они, добренькие, хорошенькие собачки Ну вот я отсюда, дорогие, начинаю съемки улицы Ворошилова Бывшая улица Ворошилова И нам предстоит с вами далекий, далекий путь Да, да, да Это у нас тут начало Ну вы узнаете здесь эту улицу, начало Там вон Октябрьская улица Вот А вот здесь вот стоял памятник Ленина, вот здесь был Вот здесь деревья Я раньше стоял Да, стоял здесь Глобус, глобус был Да, да, вот глобус Да, вон там была электростанция А дальше Водопад идет Водопад идет Там электростанция была Вот здесь вот Поэтому там улица электрическая Вот я сейчас пошел, ну все Все, давай, брат Давай Всем привет, всем удаляйся Ага, все, давай Вот такие добрые люди у нас И вот я хотел сказать, что вот мы начинаем с вами путешествие По всей этой улице Ворошилова Байзакбатыра называется Вот на этом месте, вот где примерно Вот этот знак И тут вот Я помню там раньше какая-то То ли типография была, то ли что там Постоянно какие-то машины работали И в окошко поглянешь там Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик Наверное все-таки там или типография Не похоже было, что там швейный какой-то ткацкий А вот мне кажется, что там печат Вот на этом прямо углу вот здесь Где вот этот вот Стоит этот вот Жезу Перегородка Вот Ну сейчас видите, что тут сделали Вот Такой вот огромный центр построили Ну вот Я буду сейчас быстро, конечно, идти Это мне нужно От самого начала дойти до С самого конца Нумерация, она идет здесь Ну в течение лет я здесь не раз был И сделал съемки Вот где сейчас я иду, тоже делаю съемки Ну А это я сейчас делаю съемки, как бы, можно сказать, повторно Но чтобы В самом полном фильме От начала Ворошиловой до самого конца Поэтому вот Получается, что я повторно Кто наблюдал За моими съемками На канале Я неоднократно там Был На этом месте съемки делал Здесь у нас идет вот Подземная парковка Вот здесь вот Выезжают машины С той стороны Выезжает торговый центр Здесь выезжают Вот Вот такая вот ситуация Немножко оглянемся с вами Вот Вот Мы подходим к улице электрической Я просто уже повторяюсь К тем съемкам, которые раньше делал Вот эта вот сторона улицы электрической Полностью она занята Аллеей новой А торговый центр построен На месте бывшего Вещевого рынка Караван Видите, какой огромный центр Просто мега какой-то центр И Трудно даже Да Вот эта вот аллея такая красивая Здесь Это вот все были участки огородов Улицы электрической Дома все снесли Огороды снесли И вот эта Вот эта вот стена, которая кирпичная Это граница улицы электрической А с правой стороны тоже здесь вот Были частные Дома Их тоже снесли И вот так вот сделали здесь Организовали Газончики там такие вот Немножко на бугре Там он этот Мавзолей Немножко оглянемся Чтобы вы имели представление Вот И вот За этой стеной Улица электрическая Ну сейчас естественно Новое ее название Вот Вон она Девая сторона полностью А правая так и осталась Частные дома Ну я хочу сказать Что все дома тут Которые рядом Это все Теперь как бы Они Торговые точки Выкуплены И тут Идет торговля Просто вот остановку сделали И вот тут вот Мы видим с вами Солнце правда Немножко мешает Вот там видно этот Мавзолей Виден Сейчас я попробую Немножко затемнить Не, не получается затемнить Вот Сейчас чуть-чуть затемнуть Получается затемнить Вот Сейчас затемню Все равно не видно Куда дальше идет К этому К мавзолею Карахан К мавзолею Карахан идет Немножко посветнее Надо сделать Вот эти вот слева Это все Частные дома И здесь вот Торговые точки Здесь Вот Они как бы Немножко даже Подменяют Зеленый базар Который Сейчас не существует Они вот рядом были Продолжают Как говорится Свои традиции Здесь можно прийти Купить Довольно-таки Недорогие Продукты Потому что Здесь оптовая торговля идет А с правой стороны Здесь так вот и Частные домики стоят Вот видите Торговля идет Тут Машины здесь Такое движение Довольно-таки Вот сейчас мы тут пройдем По стороне Чтобы Тоже съемки есть Съемки есть у меня Вот Съемки есть у меня Тут Вот это Тут вот так Бассейн здесь Летний Вот Еще не открылся Но будет открыть Семейный бассейн Вот Лето можно здесь Прийти покупаться Провести Здесь такая вот Лесопосадка Немножко Это что Бывшее Кладбище Мусульманское было Там еще Некоторые Даже По-моему Сейчас там Есть могилы Я там давно Не был Не заходил Туда Кто-то Может быть Здесь когда-то Жил Или живет Можете Посмотреть Сейчас Будем Переходить Речку Как называется Не знаю Там все Заросло Тут Целый Парк Там Сейчас он Принадлежит Карахану Но сейчас Еще съемки Сделаю С вами Оглянемся Ну или Мы с вами Дошли До 29 Дома 31 Дом А нам Предстоит Ого-го Еще Идти Вот здесь Вот это Вот Еще Наверное Ауалитинского Периода Вот эти Вот Стоят Перила Мостик Мостик Там солнце Отсвечивает Росицу Установка Тут Надо Немножко Быть Поосторожним Конечно Идти Здесь Потому что Здесь Движение Такое Ее Хорошо Отремонтировали Эту Дорогу И Сегодня Движение Здесь Увеличилось Посмотрите Оттуда Идет Сейчас Чисик Пик А обратно Видите Поменьше Это Вот Дорога Идет На Карахан Туда На Улицу Спортивную Так Вот Оглянемся Немножко Вот Улица Спортивная Сейчас Она Карахана Улица Она Туда Идет С Поворотом На Выше Коммунистическую Тут Можно Спокойно Идти По Дороге Видите С Правой С С С С С С Столько Много Машин Вот Здесь Строительство Идет Снесли Дом Старый Или Пока Еще Не Снесли Вот Старенький Дом Вот Он На Угл Стоит Кто-то Уже Выкопил Территорию Этому Дому Наверное Сто Лет Не Больше Вот Эта Улица На Базар Идет На Рынок Идет Это Улица Все Кто Помнит А Туда Вот Если Туда Идти То Попадешь На На Улицу Абая Медневинка Там Вон Пятиэтажки Это По улице Советская И там Дальше Абая Капкому Туда Можно Выйти Акемиату Здесь тоже Видите Мойка Здесь С левой Стороны Автомойка Ну Вот Я хочу Сказать Что Здесь Хорошо Обустроили Здесь Сделали Эти Тротуарчики Хорошие Сделали Вот С этой стороны Только С одной стороны Дорогу Хорошо Тоже С бордюрчиками Сделали Город Так Облагораживается Также Улица Ташкет Вот Я хочу Сказать Что Здесь Одна Из Первых Антенн В городе Тарас Вот Это Вот Я Еще Пацаном Был Я Тогда Думал Что Это Антенна Вот Она Существует Еще Ее Не Убрали Тогда Она Передавала Это Не Передавала А Принимала Передачи Все Телевизор Не у всех Было А вот Эта Антенна Одна Из Первых Появилась В Тарасе Направлена На Телевышку Туда Перед Центр Даже Мне кажется Еще Телецентра Не было Телевизии Не было Фрунзе Показывала Передачи Фрунзе Фрунзе Так Так Вот Выглядит Перекресток Перекресток Советской Вот Перекресток Советской Посмотрите Вот Ну Уже Потемнело Уже Сумерки Наступают Это Вот Советская Козыбек Би Она Сейчас Идет Туда Вот Туда Мимо Края Рынка Доходит До Промышленной Идет До улицы Промышленной Ждем С вами С правой стороны Вон там Бани Древние Памятник Архитектуры Памятник Архитектуры Города Тараза Вон там Раньше Была Почтовая А не почтовая Пожарное Общество Было Раньше Вот А сейчас Это Бани Юнуса Какого-то Там Или я Может Ошибаюсь Название Там Он написан Просто Переходить Опасно Переходить У нас Сейчас Весна Здесь Вырите Все Цветет И пахнет Как говорится Продолжим С вами Подходим К Мало-Ташкентская Это Улица Мало-Ташкентская Может кто жил Здесь Когда-то Вот Она тянется Туда Кабае Я боюсь Что Весь Путь Могу Даже С таким Темпом Если Буду Лететь То Я Не Дойду Потому Что Быстро Очень Темнеет Время Уже Довольно Так Вот сейчас 15 минут Только Идем Боюсь Не Дойду Постараемся Особенно Участок Вот После Абая Перекрестка Там Много Зелени Вот Это Вот Ташкентская Мы Подходим С вами Вот С левой Стороны 63 Дом Там Еще Длиннем Все Вот так Подходим Ташкентский С левой Стороны Вот здесь Вот Это вот Здание Раньше Здесь Библиотека Была Библиотека Имени Крупской Была Не путайте Школу Имени Крупской Это Библиотека Была Здесь С детства Я посещал Вот Перекресток Перекресток Ташкентская Ташкентская С Ворошиловой Проходим Зеленый свет Вот Смотрим Куда На бывшей Зеленой Идет Туда До промышленной Здесь В детской Комнатой Милиции Было Вот это Вот здание Тут Мечеть Которая В общем-то С 1800-х Годов Там Старая Мечеть Мемедбай Мечеть Вот такая Вот Аклитектура Древнего Старого Ауалет И Эти Вот домики Вот Такие Низенькие И просто Нашукатурили И повернуты Собачка Тут Вот Видите В основном Здесь Район Называется Как бы тут Узбекский В основном Здесь вот Узбеки живут Налево И направо Узбеки Вот такие Вот такие Вот узенькие Здесь И сами Улицы Тоже Они были Узенькие И когда Их Заасфальтировали То Все мало Места Оставили Для Вот тоже Какая-то Улица Что за улица Подскажите Какая улица А вот Это Улица Серова Смотрите Она коротенькая Спасибо большое Земляк Подсказал Нам Спасибо Улица Серова Видите Вот так Вот Видите Здесь Немножко Пошире Торотовар Светет Черешня Яблони Вообще Узбеки Они любят Проводовые деревья Везде Посадили Ну все мы любим Особенно Кто здесь живет На востоке Казахи Узбеки Сажают Яблоки Яблони Сажают Урюк Вот Такие вот Ворота Интересные Со львами Это вот Улица Тололихина Мы подошли Тололихина Сюда И сюда Идем дальше Здесь По краю Идти Тоже Очень опасно Поэтому Я уже Сегодня По тротуару Иду Хотелось Бы Конечно Охватить Виды Зданий С левой Стороны Пошире Но Не получается Здесь Очень опасно И надо С той стороны Идти Вот В правую Сторону Хорошо Видно Тут Орычная Система Ну арыки То есть Но Они Не действующие Видите Тут уже Засыпано Не знаю Кто жил На Ворошилове Здесь наверное Свой дом Вы можете Даже с левой стороны Который Не ведет Вот в девяносто Первый Видите Уже Дошли Мы О Смотрите Какие Ворота Красивые Резные Удивительно Видите Видите Какие Потихоньку Потихоньку Подходим Перекрестку Здесь Целый ресторан Фамильный Ресторан Видите Называется Рауан Раян Или как Вот это вот Переолок Вот здесь Это второй Переолок Ворошилова Бойзак Батыра Пузенький Такой Идем дальше Вот карагас Посмотрите Какой могущественный О Здоровый Какой Смотрите Больше метра Диаметры Здесь На улице Организовывают Такие Овощные Магазинчики Тут вот тоже Магазин Это вот Раньше Здесь вот Почта была На месте Почты Вот здесь Такой Магазин А это Вот у нас Тут магазин Зеленых Растений Рассада Ой Видите Сюда Можете Приехать И купить Любую Рассаду Перекресток Перекресток Ворошилова И Перекресток Ворошилова И Первый Переолок Ворошилова Вот это Сюда Первый Переолок Ворошилова Идет А там Дальше Направо Там уже Первый Переолок Узбецкий Узбецкая Улица Идет Магазин Космос Вот перед переулок Ворошилова Немножко посветлее сделаю Идем дальше Хватило ли Мне солнечного света Желательно бы Развернусь я здесь на перекрестке Немножко Идем дальше, друзья Наверное, не совсем удачное время я Сегодня выбрал Но я от другого времени не имел свободного Думал Сейчас вот Днем был занят Больше Внуками занимался Как усатый нянь Был такой фильм В советское время, помните? Вот я на подобии только Там молодой был няня Я постарше Вот идем с вами Продолжаем путешествие Тоже тут переулок Наверное, тоже узбекский переулок А тут вот Уже тут третий переулок Ворошилова налево Идет Там он пересекает улицу Луговую На Химово На Химово Улица На Манганскую Тут сложный тут переулок Участок здесь Очень опасный Тут даже вообще тротуаров нет, смотрите И вот тут Потихоньку-потихоньку Доходим до Улицы Машек Маметова Машек Маметовой Видите, тут ученики Там школа находится Номер 33 Имени Мухтара Вызова Вот она Улица Улица имени Машек Маметовой Это герои Советского Союза Пулеметчица Привет Машина, машина Тут вот такой магазин И здесь Костовары Мастерок Тут вообще везде Часто тут сеть разных Магазинов Вдоль всей улицы Но поменьше, чем на Ташкентской Тут вот остановочку сделали Раньше эта остановка была Детдом называлась Потому что Здесь недалеко находился Детдом На третьем переулке Ворошилова Детский дом был Вот продолжаем с вами Путь По Ворошилова Продуктовый магазин Биола Там магазин Домашний Организовали Вот там Где вот окошко Открыто Там Косточки продают Для кошечек Собачек Это вот магазин Руслан был Раньше Сейчас Другой название Смотрю Недавно Здесь пожар был Новый Тут построили Бихабир Называется А вот А у Руслана Там Продуктовый Руслан Сейчас на два Разделили Одежда И Продукты Сейчас Вот тут Развернусь Дом Продается Тут Дошли До пересечения С улицы Громовой Вот улица Громова Вот улица Громова С эту сторону Идет Сторону Машук Моментового Пересечения Туда Дальше Железнодорожная Линия А это Громова Туда До Ташкентской Тянется Здесь Продают Карагач Пеньки Здесь Детский Центр С частного Дома Тоже сделали Выкупили Видать Детский Центр Учебный Там Видно 12-этажка Пообая Видите Долго ли мало Но мы уже С вами Дошли Вот смотрите Детский Центр Здесь Репетиторство И так далее И так далее Трансфер Питание Пробленка Вот такие Ворота Тут Мощные Кто жил Здесь На Ворошилово В этом участке Вы тут Не узнаете Конечно Домики Тут Редко Тоже Сейчас Смотрите Вот Старенький Вон Домик В основном Тут Такие Особняки Строят Не зря Называют Особняк А тут Вот Тоже Смотрите Здесь Потихоньку Мы доходим До Улицы Маяковской Пересечение До улицы Маяковской Здесь Вот уже Это Тоже Старенькое Здание Тут Давно Отделано Этим Камнем Бутовым Тут Мир Обоя И Клея Я еще раз Оглянусь Тут Где-то Может Что-то Я упустил Дорогие Друзья Кто-то Может Тут Жил В карте Мимо Прошел Моего Дома Даже Не Сняли Но Это Возможно Вот Тоже Здесь Видите 132 Уже А здесь Нумерации Нет Вот Подходим К Маяковской Это С правой стороны Которое Здание Вот Это Высокое Я имею Ввиду Не вдали А вот Это Вот Пониже Двухэтажный Это Магазин Продуктовый Был На Маяковской Сейчас Его Ресторан Превратили Там Чайхана А на этом Углу Торговый Дом Марсел Вот Здесь Был Продуктовый Магазин На Маяковской А за Ним Там Была Пивной Бар Это Улица Маяковского Она Туда Тянется До Улицы Толовихина И Тут Тоже Маяковского Тоже Ее Асфальтировали А слева Вот сюда Улица Фронза Вот Налево А тут Вот Такое Строение На этом месте Раньше Детский Садик Там Дальше Туда Потом Его Снесли И построили Вот эти Жилые Дома Под эгидой Доступное Жилье Вот здесь Вот построили Люди Выкупили Вот А сейчас Здесь Специализированный Центр Обслуживания Населения ЦОН Называется И тут Тоже Вот Так Выглядит Вот Тандыр Тандыр Здесь Стоит Вот И Самсу Последний Раз Неизвестно Когда Они Пекли Фитнес Дом Написано Фитнес Хой Свято Там Дальше Вот Двенадцаташки Туда Если Пройти Между Вот Тут Тоже Дом С Тридцать Семь Байзак Батыра Не темновато Друзья Чуть Добавлю Света Уже Темнеет Потихоньку Быстро Очень Темнеет Не Потихоньку Но Лишь бы Темно Было Лишь бы Светло Было Вернее Вот Тут Тоже Тут Участок Еще Пока Не Застроен А тут Уже Дома Еще Советского Время Подходим Потихоньку До Абая Тут Вот Переулок Забыл Как Называется Переулок Сюда Идет Дверь Там Потом Г-образный Потом Соединяется Там Сабая Вот Улица Абая Там Проход Абая Оглянемся Субтитры Наверное Эмуль Эмуль Эмульсия Гипс Все Совмещено Подходим С вами К Перекрестку Большой Перекресток Абая Ворошилова Здесь Здесь Раньше Раньше Было Вот там Здание Это Здание Там Мираж Где Вот Написано Там Был По-моему Какой-то Швейный Цех Что-ли Если не ошибаюсь На этом месте Была Кафешка Была Вот тут То-ли Дорожный То-ли Какое-то Было Кафе Такое Вот Стекляшка Вот так Выглядит Перекресток Ворошилова Вот память Ну я помню Здесь Кафе Было Кто Тут жил Помните Вот здесь Кафешка Была Вот На этом Месте Здание Это Это здание Уже с 2015 По-моему 2015 Или 2014 Года Вообще Поставили Это Долгострой Называется Долгострой Вот улица Абая Тянется До Дорожного Переезда А это Туда Дальше В центр Идет Нам Переход 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 Тихонько Будем Переходить Здесь Угол Вот этот Вот Тоже Гостиница Бильярд Здесь Кафе Как-то я проходил Здесь Несколько лет назад Эти Эти вот Сосны Были Такие Низенькие Теперь Смотрите Какие Вымахали Ну что Года Идут Рогачи Тут Воды Тут Не бывает Хоть Оречки Раньше Здесь Был Автовокзаль Видите Видите Даже Здесь Специальные Площадочки Для Автобуса Потом Почему-то Все Это Убрали Пятиэтажки Вот эти Советского Времени Потихоньку Мы подходим Бывшей Железнодорожной Больнице Да Я не ошибся Действительно Бывшая Железнодорожная Больница И сейчас Там уже Не Железнодорожная Больница Мы Привыкли Что Здесь Железнодорожная Больница Даже Остановка Сейчас Когда Автобус Едет Объявляет Железнодорожная Больница Другого Названия Они Не имеют Пока Еще По-старому Тут Тоже Были Раньше Домики Все Тут Снеслись Живые Сейчас Вот такие Вот Автомойки Вот Она Центральной Проходной Железнодорожной Больницы Все Уже Она Не существует Там же Сейчас Колледж Какой-то Элитный Там Строительство Его поделили На две территории С левой стороны Взяли Для колледжа А вот здесь Справа Что-то там Другое Наверное Будет Немножко Потемнее Все Здесь Что-то Какой-то Навес Мощный Что-то Еще Задумали Строительство Какое-то Капе Опять Мейрамхана Ресторан Вот Остановка Вот эта Вот ЖД Больница Которая Уже Не Больница И вот Потихоньку Потихоньку Мы с вами Доходим До Эти Пятиэтажки Советского Времени Вот Отсюда Вид Эти Грездорожные Больницы Виды Перестроили Тополя Вот эти Остались Мощные Смотрите Серебристы Остановка Вот здесь Кто может быть Здесь жил Может быть Увидите Своё Жильё А вот Проходик Между Двумя Обычно Когда строили Специально Делали Проходики Между По углам Домов Видите Там Видно Посмотрите Какие Больше метра Вот эти Диаметры Эти Деревья Мощные Помнят Историю Старую Историю Старше Меня Они Эти Деревья Раньше Раньше Здесь Частные Дома Были Вот За ними Кто-то Может быть Имел Здесь Или Жили Здесь Я Сфотографирую Эти Дома Вот Вот Эти Тоже Карагачи Смотрите Какие Мощные Здоровы И Подходим К Улице Айтиева Это Улица Айтиева Начинает Здесь От Ворошилова Вот Это Вот Домик Духэтажный Там Аптека На углу Раньше Была А сейчас Там Магазин Продуктовый Вот Эти Пятиэтажки Посмотрите Может Кто Увидит Свой Балкон Постараюсь Медленно Вот Улица Айтиева Мне Часто Говорят Что Там Снимите Ворошилова Там А я Решил Пройти Полностью Ее Естественно Может Все Не могу Захватить Всех Улиц Вернее Всех Домиков Ну Где-то Что-то Может Близко Кто-то Может Быть И Увидит Вот Дом Советское Время По-моему Сюда Лазет Переносили Тут Тоже Был Культовары Был По-моему А вот Школа 320 Сейчас Это 24 Гимназия Вот Ее Деконструировали Подремонтировали Не стали Ее Сносить Многие Школы Подобные Снесли Допустим 16 Школу Октябрьской Революции А вот Ее Оставили Ее Не стали Сносить Ее Просто Укрепили Реставрировали Так Сказать Вот Лязет Да Остался Лязет Смотрите Только Теперь Тут Мебель Вот Школа Кто учился Здесь Вспоминайте Продолжаем С вами Идти Потихоньку Потихоньку Но уже Темнеет Я поставил Наручную Освещение Немножко Добавим Уже Наверное Подходим К улице Зеленой Раньше Я снимал Улицу Зеленую Правда Не видел А фото Фото Я снимал Больше Как-нибудь Надо пройти Полностью Улицу Зеленую Снять Вот Перекресток Зеленый С Ворошилова С Байзак-Батыра Сейчас она Действительно Не зеленая Вот Двухэтажка Тут Магазинчик Раньше Было Сейчас Тут Мир Столов И Стульев Как все Меняется Вот Школа 320 24 Ныне Так все Выглядит Дальше Идем Вот Единственное Что тут Хорошо Это Похвально Это Сюда Вода Здесь Именно В этом Районе Именно В этом Районе Поэтому Здесь Очень Зелено Вот Тут Салон Красоты Верси 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 Там Раньше Библиотека Была Или Что-то Там Было Что-то Связано То ли С этикой То ли С эстетикой Раньше Было Что Советское Время Если Не ошибаюсь У меня Можете Поправить Здесь Процедурный Кабинет Какой-то Сделали Двор Этого Домика Вот Еще Один Подобный Который Мы Были Там Тоже Мне Кажется Мебель Что-то Здесь Они На Мебели Что-то Они Остановились Этих Дома Не Жели Кто-то Покупает Еще раз Снимем Так А Тут Посуда Сейчас Посуда Написана Вот Остановка Вот Жасмин Магазин Помните Бывший Магазин Махмадов Братья Махмадов Тут Реализация Была Их Продукции Там За Сороковой Что-то Дальше У них Там Предприятие Было Тем Времена Наверное Помните Девяносто Наверное Двухтысячный Двухтысячный Наверное Скорее Всего Не Девяносто И вот Мы Продолжаем С вами Наше Путешествие Я Перешел Через Дорогу С этой Стороны Буду Смотреть Эту Позицию Нашей Улицы Тут Я Сейчас Развернусь Еще раз Посмотрю На Остановку Так Вот Здесь Плов Тут Шашлычная Справа Хорошая Какие Вот Эти Карагачи Тоже Старые Вот Шашлык Мантр Лагман Также Самса Лепешки Здесь Вот Моя Перекресток С Ждановой Золотоксан Ну Я Проходил Тут Помните Да Жданова Когда шел Тогда еще Не было Столько Зелени Как Сегодня Как Сейчас Уже Конечно Уже Вторая Половина Апреля Вот Известный Дом Балхана Либо Балхана Столетней Давности Больше Больше Если не 150 А то Может 200 Лет Вот На месте Стоит Пока Еще Это Остановка Здесь Вот Такая Аллейку Сделали Четырехэтажки Советские Из кирпича Те Вон Старые Тоже Крыщевки Двухэтажные Мы Видим С вами Вот Подходим К магазину Знания Бывший Магазин Знания Ну вот Сейчас Уже Тут Нет Магазина Знания Я Сделаю Здесь Поворотик Посмотреть Видеть Как Сейчас Тут Все Выглядит Класс И Наверное Я Выйду Сюда Вот Хотя Тут Опасно На Перекресток Выходить По-другому Как Снять Тут Аптека Была С этого Аптека Номер Четыре По-моему Была Раньше Там Она Безопасно На ту сторону Перейду Сейчас Видите Такое движение Здесь Немножко Нарушаю Правила Вот Они Эти Старенькие Домики Симпатичные Такие Тут Зелени Много Видите Вот Магазин Знания Что-то Недавно Вообще Тут Замуровали Витрина Там Была С Левой Стороны Вообще Замуровали Вот Домики Может Что-то Тут Жил Когда-то Прохладно Ночью Ноль Градусов Было Здесь Вот Был Какой-то По-моему Райком Комсомола Был Что-то Городской Мне кажется Вот здесь Раньше Вот Машина Здесь Вот Зазывает Видите Надувная Кукла Видите Сбоку Тоже Пристроили Магазин До Четвертого Этажа Мы с вами Будем Все-таки До конца Идти Пройдем С вами До конца Мы с вами Упороты Как сказать Будем Идти До конца Вот Тут Тоже Проходик Тут Заделали Раньше Был Там Между Домами Здесь Вот Тоже Путь Во дворы Тут Был Тоже Фордуктовый Магазин Молочные Здесь Были Цинком Забили Все Не существует Хозяин Нашелся Видать У нас Многие Вот так Вот у нас Поступают Выкупят А потом Все И Придают Забвению Не развиваются Вот Как Выглядит Смотрите Видите Пар Даже Идет Холодно Сейчас Градосток Наверное Пять Тепла Это Считай Уже Апрель Такое Редко Бывает Можно сказать Это Аномалия Тут Тут Раньше Кафе Было Аллига Сейчас Его Нет Дорога Идет Туда На баню Туда Если Пройти Здесь Там Можно До Бани Дойти Пти Птичка Здесь Вот Пятиэтажка Тоже Снаружи Отделана Силикатным Кирпичом Сейчас Тут Мебель Хома Мебель Из Турции Вот Дома Здесь Молочная Кухня Была Сейчас Здесь Какой-то Бар Молодежный Травка Зеленая Вот Тоже Видимо Здесь Тоже Вот Магазин Был Продуктовый Или Какой Был Одежда Был Магазин Магазин Одежды Раньше А с правой Стороны Стадион Локомотив Налево Вот Это Дорога Прямая Дорога Прямо В баню Действующая Баня Там Написано Баня Видите Действующая Там Написано Баня Монша Монша Съемки Бани У меня Есть На канале Два Раза Я снимал Старый Образец Бани Еще Который Тогда Был А потом Реставрированный Вот Стадион Действующий Трибуны Сделали Сейчас Скрытые От дождя Вон Года Два Три Назад Когда Пандемия Была Здесь Строили Вот Тоже Домики Солнышко Светит Может Плохо Видно Будет И Подходим С вами 50 лет Октября Улица Грозненская Бывшая Потом 50 лет Октября А сейчас Колбашикой Гильды Какой-то Батыр Известный Казахский Национальный Герой Вот Сейчас Его Назвали Улицу Колбашикой Гильды Ну Я По ней Проходил Вы Помните Полностью Я Начинал Отсюда Чуть Оглянемся Байзах Батыра 215 Вот Мы уже Дошли До 215 О Полиция Или кто там Проехал Мигалка ДКЖ Наш Знаменитый Тоже Там Я Рассказывал В тех Видео Когда Проходил ДКЖ Видите Какая Обстановка Здесь Все Перестроили Переконструировали И вот Еще Тут Домик Советского Времени Пятиэтажка На первом этаже Здесь Хозмаг Был Раньше Сейчас Вот так Вот Выглядит Вот Тут Был Центральный Проезд Туда Проход Дома культуры Железнодорожника Но Сейчас Его Видите Заделали Получается Что Дом культуры Сейчас Позади И вот Такой Вот Супермаркет Смал Продуктовый Потихоньку Потихоньку Подходим К площади Привокзальной Видите Здесь Сирень Я Вот Хотел Сюда Вот Зайти Во двор Бывшего Участка Участка Как он сейчас Выглядит Раньше Помните Привокзальный Вот здесь Вот Когда Вот этого Справа Стороны Этого здания Не было И как Сейчас Я Специально Сюда Приду И Сниму Вот Вот Тут Вот Были Всякие Строения Магазинчики Были Вот Это Вот Водонапорная Видите Башня Там Где-то Был Этот Хлебозавод Пекарня Была Жизнь Тут Кипела Своим Через Дом Сейчас Меня Немножко Сбил Телефон Тут Ну В общем Вот Такая Вот Здесь Ситуация Дорогие Друзья Вот Я Вот Конечно Все Это Вспоминать Надо Вспоминать Как Что Было И Что Было Грустно Конечно Но Такова Жизнь Жизнь Быстро Проходит Вот На этом Месте Здесь Вот Раньше На углу Тут Все Вот Тут Прям На углу Вот Здесь Стоял Тут Магазин Помним Даже Угловой Вход Тут Был Можно Было Тут Много Было Разных Здесь Вот Там Тоже Магазин Культовары Были Помню Первый Телевизор Я Домики Здесь Были Одноэтажные Были Такие А Это Потом Уже Позже Построили Вот Такой Вот Тут Гастроном Был А Сейчас Здесь Супермаркет Электроники Сулпак Вся Электроника Здесь Тоже Телевизоры Тут Бытовые Техники Все Так Вот Все Выглядит Вот Вот Подходим На Привокзальную Площадь Здание Вокзала И тут Может быть Вы удивитесь Что Раньше Не было Этого Паровоза Сейчас Его здесь Поставили В прошлом году Его поставили Летом По-моему Из депо Его сюда Привезли Специально Рельсы Проложили Вот И Потихоньку Потихоньку Вот Установили Его На постамент Вот В топ Депо Наверное Работали Вы Наверное Видели Его Вот Этот Сам Паровоз Депо Из Депо Огромная Машина Изделия Рук Человеческих Мощная Женись Паровоза Видите Паровоз Победы Да Женись Как переводится Казахской Железной Дороги Солнце Немножко Видите Поэтому Ну я там Где-то Съемки Делал На канале Есть Так Так Вот Мы с Вами Все Оглянемся Здесь Вот Подходим К школе Ну это уже Это вот Здание Старого Которого Но его Не существует Вот Его Не существует Снесли Его И построили Новое Вот Я даже не знаю Как она называется Мож оставили Именем Героя Советского Союза Карбышева Который Тоже Под пытками Фашистских Захватчиков Морозный День Его Шлангом Поливали Пытали И он Не предал Родину Так и Замерз Если Почитать Про него Ну вот Так вот Мы видим Продолжаем Смотри Нам еще Порядком идти Довольно Довольно Ворошилова Она Вайзакбатыра Она очень Продолжительная Длинная Улица Здесь Здесь вот Двор Школы Здесь вот Полностью Вот этот Корпус Все его Новый Установили Старый Снесли Сделали Переходик Сюда Он и тогда Был Но Вот это Только вот Оставили Здесь вот Не тронули А А то Трехэтажные Там Давно уже Там тоже Пристроили В общем Расширили Школу Вот Трехэтажные Может Известные Вам Вот улица Трудовая Бывшая Сейчас Это Камратова Улица Или Кресток Здесь Мы видим Школа Двор Школы Это Все Позже Уже Строение От Старой Виды Ничего Не Осталось Мало Что Осталось Здесь Тоже Трехэтажки На первых Этажах Разные Здесь Оптика Аптеки Тут Кредит Банк Ломбарды Номер Восьмая Поликлиника Это Все Тут Центр Доктора Бубновского Врача Здесь Вот Так Вот Тоже Овощи Продают Стоматологи Здесь Вот Такой Базар Рассаду Продают Вот Подошли Мы Кольцевой Это Автономка Тут Автобус Конечные Автобусы Скорая Помощь Едет Скорая Помощь Здесь Вот Так Проходим С вами Через Мостик И Видим С вами Мостик Раньше Был Видите Помните Горячу Замусор Вот Эта Улица Улица Некрасова Вон Там Друзьям Джамбульцам На память Снимаю Они тут Жили Раньше Показываю Как сейчас Стало Здесь Вот Этот Орычок Ага Вспоминаю Ну Это Как Было Так И Остался Тут Этот Орык И Улица А это А это Раньше Общежитие Было Сейчас Сейчас Сделали Ее Этим Поликлиника Раньше Общежитие Было Орснот А вы Тут Коренной Да Всем Коренной Да Ну Вот У нас Тут Друзья Вот Так Вот Видите Как тут Тоже Пристроили Сделали Ее Общежитие Было Общежитие Сделали Поликлиникой Так И тут Вот Всякие Постройки Остановка Вон Там Вот Вход В поликлинику Восьмая Поликлиника Емхана Вот Упеление Тут Вот Реклама Идет Здесь Вот Лекарства Вот Это Бесплатно Дают Здесь Для Больных Инвалидов И Здесь Вот Магазинчик Был Такой Стекляшка Если Как раз Он Перестраивался Переделывался Ну Вот Сейчас Остановился На Этом Вот Таком Виде Рыба Разведены Напитки Ну Продуктовый Магазин Айю Называется Вот А Это Улица Это Улица Гоголя Вот Это Улица Гоголя Я там Тоже Съемки Делал Специально Отдельно Продолжаем С вами Путь Паворошилова Путь Продолжаем С вами Немножко Сюда Выду На Раньше Вот Ташкентская Примерно Вот такая Вот Была Трасса Дорога Без Бордюров Ничего Здесь Тоже Наверное Ожидает Ремонт Хотя Покрытие Хорошее Асфальтное Но Пока Еще Не Совсем Обустроено Тротварчики Такие Плохие Тут Вот Какая Тротварь Раньше Наверное Была Вот База Вот Улица Перевожка Домашних Вещей Пескоблоки Какая-то Организация Видать Была Сейчас Тоже Ворота Такие Интересные Или я Ошибаюсь Вот Домик Смотрите Какой Здесь 37 Можно сказать Экспонат Музейный Смотрите Такой Домик Крыша Из этих Из Листов Железных Нетронутый Наверное Уже лет Наверное 80 Вон там Тоже Вот Много Здесь Стареньких Домов Может Кто Увидит Свой Дом Может Уже Его и нету Вот Я стараюсь Как бы Все немножко Хотя бы Какую секунду Там Охватить Могу И мимо Пройти Вот Контейнер Поставили Сделали Синомонтаж Вот Тоже Домик Старенький Г-образный 222 А Магазин 999 Ну Прямо Не тут Номера Такие Счастливые Счастливые Медицинский Был Центр По-моему Доктора Кученева Если не Ошибаешься Если Ты ошибся То Поправьте Меня Так Сейчас Сниму Немножко Идем С вами Дальше Сейчас Тут Гостиницы За забором Раньше Было Медицинское Частное Медицинское Было Хирургическое Отделение Это Улица По-моему Авиаторская Улица Авиаторская Куда дальше Если ехать То Ташкентский Упремся Как-нибудь Я ее тоже Пройду От начала И до конца Она Коротенькая Может быть Даже сегодня Как получится Кафе Хаус Выйду сюда Немножко Вот остановка И мы с вами Потихоньку Подходим К элеватору Я думаю Что Вот посмотрите Вот интересно Видите Вот Какое-то Здание Тут было Вот там Интересное Оформление Посмотрите Архитектурное Такое Памятник Архитектуры Можно сказать А что Тут было Не знаю Может кто знает И подскажете Видите Интересное Такое Что Что Было А вот Там Тоже Что-то 22-й Год Там Год Написан Видите 1922-й Год Написан Видите 22-го Года Вот К этому Строению Здания Смотрите Сколько лет Больше 101 год Примерно Как и вот Дом культуры Железнодорожник Он тоже В то же самое Время В 20-х Годах Построен Все Это остались Как говорится Можно сказать Артефакты Где-то Какая-то Кафешка Была Сейчас Уже И нет Бывшая Мы сейчас По-моему Подходим К улице Народная Мне кажется Если не ошибаюсь Улица Народная Вот тоже Видите Старое здание Бесхозное Что-ли Окон Выбито Все выбито Не знаю Почему Люди Тут не живут Могли бы Жить Тоже Наверное Кто-то Выкупил И все Вот Улица Народная Вот это Опять же Если я не Ошибаюсь Тут СТО Было Раньше Тут Сейчас Аренда Вот Народная Улица Ахикат Написано Ахикап Что-ли Вон там Какая-то Столовая Была По-моему Если я не Ошибаюсь Раньше Туда дальше За деревьями Там Тоже какая-то Речка Бежит Речок А туда дальше Железная Дорога И вот Мы дошли С вами До Элеватора Ну Элеватор Элеватор Это место Наверное Работы Многих И многих Жамбульцев Я думаю Что Обязательно Кто-то Увидит Мои съемки И Откликнется И Опишет Может быть Историю Может быть О себе Огромнейший Элеватор Видите Не знаю Действующий Или нет Честное Слово Не могу Сказать Ну Раньше Тут Гудело Тут Работа По Сохране Урожая Было Очень Предприятие Живое Такое Вот Там Это Речок Бежит Вот Он Так И Остался Протекает Он Откуда Куда Куда Бежит Наверное Слева Направо Наверное Вот тут Тоже Какие-то Предприятия Что за Предприятия Не могу Сказать Машин Много Здесь Значит Сотрудники Приехали Это Просто Стоянка Вот Железная 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 Дорога Всю Пшеницу Сейчас Вот Так Вот Стало Сюда Заглянем Сейчас Видите Как Симпатично Тут Все Выглядит Водоем Рыбки Там Не Видать Потихоньку Потихоньку Мы дальше Двигаемся Немножко Еще Осталось Лишь бы У меня Хватило Заряда И Памяти Потому Что Путь Можно Сказать И Короткий Даже Глядя Наверное Вместе Со Мною Вы наверное Устанете Не говоря Обо мне Я вот Иду Тоже Уже Приустал Чуть Чуть Вот Смотрите Тут Еще Вторая Линия Ну Видно Что Видите Там Все Какое-то Помещение Там Все Уже Не существует Все Крыши Нет Навеса Уже Все Стекла Повыбиты Наверное Все-таки Это Недействующее Может Вон Тот Справа Действующий А вот Это Видно Что Недействующее Вот Перенесли Перенесли Со стороны Элеваторной Улицы Еще раз Оглянемся Здесь вот Администрация Наверное Наверное Была Наверное Элеватор Здесь Тоже Какое-то Предприятие Видите Там Знак Олимпиады Там На двери Наверное В 80-м Году Ворота Поставили Олимпийские В Москве Вот Видите 23-й Номер Здесь Сейчас Там Написана Какая-то Арматура Какая-то Арматура Какая-то Компания Занимается Арматурой Ничего Похожего На этого Нет Тут Вот Смотрите Видите Оградили Ну Сейчас Туда Пройдем Еще раз Я сниму Знаете Здесь был Проход Видать Дом Культуры Тут Наверное Был Актовый Зал Наверное Похожий Видите Как Эти Мозаичные Картины Здесь Смотрите Симпатичные Мозаика Видите Вход Был И Здесь Вот Смотрите Какая Красивая Мозаика Многие Мозаики Так Вот По городу Были Их Просто Напросто Уничтожили Здесь Пока Еще Существует Я помню Дока Химиков Была Мозаика Потом Мозаика Была Гормозавода Тоже Здесь Вот Такой Вот Вид Еще раз Снимем Это все На улице Ворошилова Дорогие Друзья Вспоминайте То Никогда Не Был Будьте Знаком Как Греть Сознакомьтесь Все Эти Виды Тут Магазин Вот Был Все Время Тут Был Магазин Все Четвертый Автобус С Селдавы Едет Сейчас Новый Маршрут Открылся Прямо Можно Отсюда С Селдаву Комшагал Доехать Вот Эта Вот Дорога Идет На Переезд Туда Там Вон Канал Бежит Туда Это Тоже Речка И Там Переезд Пешеходный Вот Так Все Сделано Видите А там На территории Тоже Видите Какое-то Культурное Здание Тоже Симпатичное Тоже Наверное Там Актовый Зал Видите Вот Так Все Раньше Здесь Туберкулезный По-моему Был Диспансер Вот Здесь За Этой Оградой Вон Там Проход Железнодорожный Переход Я Туда Не буду Проходить Ну Вспоминайте И вот Мы дошли До улицы Элеваторной Вот И как раз За этим Угловым Зданием Там Ездные Ворота На Элеватор Улица Элеваторная Здесь Бубаню С левой Стороны Построили Двухэтажка Орал Называется Вот Там Даже Какой-то Этот Поставили Гранитный Памятник Там Видите Написано Дата Создания Строительства Элеватора Вот Вот Здесь Туберкулезная Была Идем Дальше Друзья Идем Дальше Осталось Нам Уже Не так Много Вот Банный Комплекс Видите Будете В Джамбуле Сюда Вот Можете Приехать Помыться Здесь Пока Еще Не Облагородили Видите Тротуаров Нет Здесь Гравием Все Посыпано Себенкой Сама Дорога Неплохая Но Вот Еще Не Благоустроили Вот Ташкентская Многие Годы Так Была Сейчас Она Я Планирую На днях Всю Ташкентскую Пройти Бог Даст Может Завтра Всю Всю Ташкентскую Пройду От Начала Ее От Промышленной И До Самого До Самой Лермонтовой Там Дальше Ташкентская Тянется А здесь Вот Продолжается Ворошилово Байзекбатыры Вот туда Если ехать То Идти Вот Там Улица Венделеева Я Я Попутно Продолжается Продолжается Потому Здесь Стало Заживленное Тут Вот Тут Такой Тупичок 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 Четверхэтажки Между ними Тогда тут Было Пространство Сейчас Застроили Разными Магазинами Вот Вот Пожалуйста Еще Сауна Семейная Сауна Собачки Тут Отдыхают Гостиниц Раньше Здесь Не было Людно Тут Все Как Было Как Похоже На Промышленную Зону Было И Частных Домов Даже Не Было А Сейчас Посмотрите Кроме Вот Этих Вот Этажки Вот С этой Стороны Были Справа Сейчас Ближе К дороге Здесь Видите Понастроили Разные Вот Гостиница А вот Это Вот Известная Димка Магазин Здесь Изготавливают Продают Здесь Магазин А вот Рядом Кондитерская Частная Кондитерская Димка Называется Видите Как Красиво Ее Сделали Вот Пользуюсь Спросом Здесь Кондитерские Изделия Многие Филиалы Есть Даже Чуть ли Наверное Уже Не по Казахстану Мог сказать Продукцию Хвалят Торты Другие Кондитерские Изделия И Также Рядом Здесь Кондитерская Санта Круз Кондитерская Тоже Пользуется Популярностью Две тут Рядом Конкурирующие Как говорится Мясной Магазин С левой стороны Ну это Я сейчас Просто Говорю Что Сейчас Комментировать Тут Больше Ничего Я не Вижу То Что Только Вижу Да Вы Сами Наверное Видите А то Что Тут Было Я Даже Уже И Забыл Все Тут Изменилось Видите Как Все Людно Стало Строят 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 Вот Лагман Хана Пожалуйста Здесь Можно Лагман Покушать Прийти Открыто Шашлыки Лагман Магазин Строительный Материал Еще Одно Магазин Корзинка Сеть Магазинов Корзинка Она По всему Городу Много Их Даже На краю Города Даже Есть Челдоле Там Такая Торговая Сеть Вот Эта Вот Улица Коммунальная Резля Сороковой Автобус У нас Тут Ездить Вот Улица Коммунальная Туда Она Пересекает Менделеево И дальше Туда Элеваторный Переулки Элеваторный До Почтовой Аж Едет Туда И Дальше Теплят Здесь Кубатор Был Раньше А еще Раньше Не знаю Старенькие Тоже Здание Может Кто Тут Увидит Из Старожителей Города Шампу Тут Может Объяснить Что Это Тут Было Это Контора Лечет Такой Типичный Такой Домик Того Времени Может Быть Даже Еще Ауалиатин Типичного Периода Видите Если Не ошибаюсь Именно Вот Здесь Была Или Дальше Там Вот Я Просто Предположение Говорю Это Лет Наверное Два С лишним Назад Здесь Кубатор Я Сам Здесь Приезжал И Заказывал Цыпляту Уток Яйца Им Отвозил Отдавал И Они Их Выводили Цыплят С моей Курицы Еще Тоже Какая-то Стоянка Тут База Вот Сами Смотрите Друзья Подходим С вами Уже К Концу Там Конечная Остановка Я Сюда Пешком Прошел А там Я Уже Сяду На Автобус На Автобус Сяду Прохладно Еще раз Говорю Вы Можете Видеть Тут Солнце Можете А погода В разусе 5 Дышу Паром В этом году Апрель Сердина Апреля Прохладная А Нашей столице Казахстана Астана Там Вообще Зима Там Сугробы Снег Можете В интернете Набрать И Посмотреть Там Вообще Метели Вот 252 А Майзак Батыр Видите Вот мы с вами Дошли Начали мы С первого Номера С улицы Коммунистической Толиби И вот Уже Подходим К концу Здесь Острой Здесь Здесь Также Блоки Бетонные Изготавливают Кафе Наверное Какой-то Мельница Здесь Тоже Машин Много Тоже Наверное Какое-то Предприятие Приехали Сотрудники Или Стоянка Простая Пыль попала Как он Развернулся Прям пыль На меня 54 Это Скоро Гала 54 Он едет Солдало 54 Только Кудаку Смогала Подошли Конечной Ворошилово Там дальше Уже Наверное Уже Цемент Везет Груз Здесь Помните Вот эта Заправка Старая Старая Заправка Еще в то Джамбуле Здесь Потом Концекирова Была Не так уж Их много Было Этих Заправок Вот Одна из них Вот здесь Вот Мне запомнилось Была Я сюда Приезжал И покупал Это Вот Улица По-моему Дружбы Если Не Ошибаешь Туда Дальше Если Идти Там Налево Там Улица Кожакова Тоже До Почтовой Упирается По-моему Улица Дружбы Вот Я не знаю Туда Дальше Идти Не Идти Съемки Делать Считается Это Ворошилово Или Не Считается Байзак Батыра Тут Посмотрите Какая почва Видите Болотистая Опоры Здесь Стоят Все Болотисто А тут Крышку Украли Канализационную Ветки Воткнули У нас Часто Тут Крышки Воруют Металлолом Сдают Не Не Знаю Идти Туда Не Идти Пройдусь Туда Чуть Чуть Считается Наверное Это Ворошилово Я Даже Не Знаю Где Оно Заканчивается Не Хотелось Кого Обидеть Скажет Проходил До Ворошилова А может Быть Там Кто-то Жил И Скажет Нас Не Снял Поэтому Это Все Ворошилов Продолжается По крайней мере Надписи Я не вижу Надписи Вот Тут уже Составы Близко Смотрите Камни Здесь Наверное Как ограду Камни Положили Гранитные Вот Каз Какой-то Два Написано На Будке Что Это Такой Каз Два Не Знаю Нумерации Нет Вот Дзида Старая Дзида Тут Выросла Знаете Что Такое Земляки Знают Что Такое Дзида Все Такие Я пройду Вот Такая Длинная Улица Ворошилова Тут Наверное Не знаю Наверное Интересно Неинтересно Вам Смотреть Это Все По крайней Мере Мой Долг Сделать Съемки Там Уже Кому-то Будет Интересно Кому-то Нет Самое Главное Я От начала До конца Съемки Эти Произвел Пусть Даже Может быть Немножко Лишним Захвачу Вот Такой Сейчас Я оглянусь Посмотрю Еще Вот Примерно Такая Вот Зона Была Где Я проходил Там Эти Все Кондитиси Примерно Так Все Было Все Застро Когда Я Верю Что Здесь Все Застроят Вот Это Что За Район Что За Район Видите Дома Час Час Ну Смотрю Парадных Входов Тут Нет В этих В этих Домах Наверное С той Стороны А там Уже Наверное Другие Улицы Вот Так Вот Догадываюсь Да Лучше Как говорится Как Переснять Что Чем Недоснять Спросить Некого Там Мужчина Идет Как Обычно Когда Спрашиваешь Они Не Знают Ничем Потому Что Это Все Байзак Батыра Улица Да А где Она Кончается Спасибо Да Вот Он Подтвердил Что Это Байзак Батыр Вот Еще Один Колонез Видите Без крышки Это В силе Кто-то Украли Государственное Имущество Вот Это Байзак Батыра Такая Длинная Видите Автобус Туда Наверное Едет Дальше Сороковой Мне Как раз На сороковой Обратный Путь Ехать Дождусь Вот Вот Этот Рычок Тоже Расушка Бежит Потом Она Поворачивается Туда На Дружба Улица Дружба Народа По-моему Дальше Она Там Идет Пересекает Казаков Там Еще Нек До Почтовой Аж Видите Яблони Как Цветут Красиво Вот Видите Да Байзак Батыра 200 Не вижу Глаза У меня 233 Что Да Все Байзак Батыра Значит Правильно Я пошел Раз уж Снимать Так Снимать До конца Уже Либо Хватило Я говорю У меня Этих Энергии Телефонов Энергии Телефонов И Моей Энергии Вам Наверное Скучно Со мной Тут Идти Смотреть Тут Нечего Тех Кто Тут Не был И Не Жил Вот Ну Терпите В принципе Вы можете Движком Передвигать Что Вас Интересует И Смотреть Индивидуально Часто Когда Я Загружаю Видео Там Потом Есть Статистика Аналитика Так Сказать Большинство Видео Они Как бы Не Все Просматривают Там Есть Такая Функция Не Функция Это Показатель Что Время Просмотра Ролика Если Допустим Он Дал Час Два Длится А Среднее Время Просмотра Там Ну Может Десятки Минут Ряд Как То Там Среднее Берут Вот Посмотрите 366 Я там Неправильно Говорил Номер Есть Там Наверно 263 Было А Может Здесь Она Виляет Эта улица Тут 300 366 366 Как Бы Здесь Она Не Виляла Еще Там Поворот Вот Тут Тропинка Идет Вдоль Рыка Вот Джамбыл Вагон Депо Депо Сыг Вот Еще Одно Депо Снимем Фотографию Сделаем Кто Работал Может Здесь Вагонное Депо Они Наверное Подразделяются Наверное Есть Ну Хотя Вот Остановка Тарас Видите Выбита Продолжаем С вами Все Таки До Упора Благодарю Вас За Терпение Ну Что Сделать Все Леви Как Говорят Французы Такова Жизнь Ну Я думаю Что Там Уже Все Там Уже Все Вот Там Разъездной Такой Вот Сделали Мост Продолжили Раньше При советском Времени Остановили Вот А потом Это Это Улица Варшива Это Бальзак Батыра Продолжается Да Это Улица Какая Не Бальзак Батыра Туда Там Уже Заканчивается Да Я снимаю Тут Улицу Бальзак Батыра И еще Конец Где Конец Не знаю Для Земляков Тут Жили Раньше Просили Снять Улицу Ворошилова Бывшая Сейчас Бальзак Батыра А это Что за Предприятие Вагонный Депо Вон там А там Наверное Руководство Да А вы Местный Давно Здесь Живете С 2002 С 2002 Года Не коренной Значит Ну работали Здесь Наверное Или просто Охранником Устроили Сейчас На пенсии Да А ну Понятно Ладно Значит Остановились В Таразе А я Здесь Кем Работали Тут Строитель А Строитель А Строитель Хорошо Ну ладно Спасибо вам Я вот Наверное Тут Заканчиваю Дальше Уже частных Домов Нету Он Он То Тоже Байзак Батыра Да Ну Дальше За За Мостом Кум Шагал Да Спасибо Большое Вот Видите Все Здесь Уже Заканчивается Это Вот Депо Видите Здесь Вот Встретили Человека Приехал Он 2002 Года Живет Ну Вот Так Все Здесь Уже Заканчивается Там Уже Смысла Нет Дальше Потому Что Тут Уже Жилья Не Было Из Вас Дорогие Жамбульцы Тут Никто Не Жил Так Можете Просто Информативно Чисто Информативно Вот Смотрите Вот Это Улица Тоже Идет Туда Между Микрорайоны С Правой Старой Там Восьмой Микрорайон Потом Девятый Микрорайон Восьмой Микрорайон Девятый А вот там Разъездной Его восстановили Сейчас Там Дальше Мушагал И На Правой Улице Та Шабиби Она Идет До Таукенхана До Кладбища Она Идет На Зеленом Ковре Ну Вот Все Дорогие Друзья На Этом Я Заканчиваю На Этом Я Заканчиваю Приятно Было С вами Пройтись Всего Вам Доброго До Следующих Встреч Продолжение следует